Дорогие друзья, приветствую всех! Предлагаем вам вместе со мной побывать на морских побережьях Крыма. Заранее извиняюсь за запись видео, а именно звука. Когда я записывал данное видео, у меня звук почему-то не записался. Поэтому я за кадром сейчас вам все расскажу. Отдыхать я буду с 22 июля по 6 июля 2022 года. Я буду в разных точках пребывать на полуострове. И подробнейшим образом покажу вам, какая сопровождала меня погода в этот период времени. Сейчас вот где-то градуса 24 за бортом возле моря. В принципе более-менее комфортно. Но дует такой легкий ветерок. И, честно говоря, плавать, покупаться, конечно же, с комфортом не представляется возможным. В ближайшее время я побываю в Поповке, в Балаклаве. Затем перемещусь в Алубку. И посмотрю, какая погода будет на ЮБК. И, конечно же, вам все в подробностях расскажу. После я уеду в поселок Новый Свет и до 6 июля буду там отдыхать. А сейчас, еще раз повторюсь, 22 июня. Каждое новое видео, новая вставка будет сопровождаться пояснением. В нижней части экрана будет выведена дата. И вы без проблем сможете ориентироваться, какой конкретно день сейчас. Также, конечно же, в начале данного видео, данной вставки, видео буду озвучивать, какая конкретно сейчас дата. Ну, так, в общем и целом, конечно, плюс-минус комфортно. Но до пляжного уровня, конечно, пока погода в Крыму не дотягивает. Конечно же, посмотрим, что будет у нас дальше, как будет меняться. Я, конечно, надеюсь, что меняться погода будет только в лучшую сторону. Уточню, что сейчас я нахожусь в отеле Рибера Резорт и в Патторе, обдор на который также будет у меня на канале. Проходите, смотрите. Итак, друзья, сегодня 23 июня. На улице в Крыму все так же ветрено. И в Патторе, а непосредственно в вухте, где я остановился. Сегодня днем было порядка 24 градусов. Пару раз был дождь небольшой, совсем небольшой, потому что до обеда было солнечно вот так вот более-менее, да, с прояснениями, а после обеда затянуло уже, вот как вот с этой стороны довольно-таки быстро набежали облачка. Прошел небольшой дождь, поморосило, попрохладнее стало. В самой непосредственно Евпатории, вот там вот в бухте, на городском пляже, немножко получше было. Там вообще практически волн вот таких не было. Вот температура воды где-то 18 градусов. Конечно, не особо комфортно для купания. И практически никто не купается. Вот редкий случай, когда попадается кто-то в воде. А так в основном все вот по берегу моря ходят, гуляют, в воду особо не заходят. Ветер целый день вот так вот дует. Я думаю, что меня будет не очень хорошо, отчетливо слышно, к сожалению. Но вот таковая погода в конце июня в Евпатории. Итак, друзья, сегодня 24 июня. Я нахожусь в Балаклавской бухте. Здесь более-менее спокойно. Ветер не такой сильный. Но температура воздуха все так же не высока. Порядка 24 градусов. Вода здесь холоднее. Визуально вообще ее трогаешь, как будто как ледяная. Так что по факту где-то градусов, наверное, 16, я думаю. 16-17, не выше. Небо ясное сегодня. Хотя и обещали дождь, но дождевых облаков я не вижу. В принципе, обычные облака есть. И солнце практически не загораживает. Так что достаточно комфортно. Можно хотя бы загорать. Но купаться практически невозможно. Только зайти, окунуться и обратно вылазить на берег. Здесь небольшой пляж. В Балаклаве для купания я нашел. И вот как вы видите, в основном люди загорают. Итак, друзья, сегодня 25 июня. Я нахожусь в Поповке. Непосредственно на пляже Казанти. Сегодня так же не очень жарко. 22-24 градуса. Солнышко заходит, так прохладно становится. Ветер, в принципе, не очень сильный, но он присутствует. Волнение на море небольшое. Температура воды очень и очень ледяная. Реально. Очень долго, практически невозможно находиться. Так вот зайти ноги, смочить и идти дальше. Температура воды где-то градусов 16-17, не больше визуально. Вот пришла очень большая туча. Сейчас дождь накрапывает периодически. Здесь дождь не обещали, только молнии. Но дождь все-таки небольшой здесь был. На Казантипе пока идет стройка, подготовка всех танцполов, по всей видимости. Везде пилят всякими машинками, болгарками, сверлят, стучат. Как бы не особо комфортно, честно говоря, здесь отдыхать. Но, тем не менее, народ здесь гуляет, отдыхает. Вход сюда свободный, скажу, кому если интересно. И даже в конце июня здесь, честно говоря, пляжным отдыхом и не пахнет. От слова вообще не пахнет. И по прогнозам, в ближайшие несколько дней ожидается такая погода. В лучшем случае, только в начале июля, что тут 26-27 градусов будет. Везде висят красные флаги, неразрешающие ходить в воду. Вода чистая, что, конечно же, приятно радует. Ну, в этих местах везде, в этой части и в Паторе везде хорошая чистая вода. Песочек, песочек еле теплый. Ходить по нему одно удовольствие. Но в плане вот пляжного отдыха тут вообще никак. Так вот только походить, погулять и не более того. Да, моржи, конечно, могут купаться. Кто не боится холодной воды. Но комфортного пляжного отдыха, еще раз повторюсь, здесь нет. Ну и вообще на Казантипе, честно говоря, тут тоже пока ничего не работает. Я, как понимаю, так небольшие барчики, кафешки есть. Но на танцполах все как-то так безжизненно. А, по всей видимости, открытие будет только в июле. По-моему, даже в конце июля. Если у вас есть информация, напишите. Зато есть всякие развлечения для детей. Для детей, взрослых, качели. Итак, друзья, сегодня уже 26 июня. Температура воздуха сегодня порядка 25 градусов. Небольшой северо-восточный ветер дует. Порядка трех метров в секунду. Сегодня уже потеплей, немножко покомфортней. Волны на море практически отсутствуют. Но, тем не менее, они есть. Небо практически все, в общем-то, можно сказать, затянуто. Небольшие прояснения есть. Сегодня я искупался первый раз. И вода, я скажу вам, что очень и очень леденящая, я бы сказал. По факту реально где-то градусов 16 температура воды. И, конечно же, практически невозможно долго в ней находиться. Да, она тут чистая. Чистая, хорошая. В районе Евпатории, на песчаном пляже. Это в районе новых пляжей, так скажем. В отеле Рибера, в котором я остановился. Но так вот ходить, ноги мочить, в общем-то, возможно. В принципе. То есть даже продолжительное время. В конце июня здесь вот неделя какого-то холодного циклона, северных ветров пришла. Сегодня вот тоже, видите, практически все небо затянуто. Вот можно видеть, да. Солнце еле-еле кратковременно проклевывается сквозь толстую пелену облаков. И вот в этот момент, когда оно появляется, чистое солнце, конечно же, припекает хорошо. Вот. Но это буквально считанные минуты. Сегодня также обещали дождь. Он немножко таки был, накрапывал. И потом закончился, конечно же. Дождь, в принципе, не критичный был. И поэтому он особо не препятствует, так скажем, отдыху. А то, что особо комфортной температуры нету, это, конечно же, не есть хорошо. В конце июня, скажу честно, погода здесь напоминает погоду в средней полосе России. Так что в этот момент здесь, конечно, особо рассчитывать на пляжный отдых, думаю, что не стоит. Итак, друзья, сегодня 27 июня. Я по-прежнему нахожусь и в Патории. Все там же, отдыхая в отеле Рибера. И погода все никак-никак не может выйти на пляжный уровень, так скажем. Сегодня с утра, с самого утра, с ночи начался дождь. Все затянуто полностью, весь полуостров. Вот такой плотный пеленой облаков, судя по Яндексу. Температура воздуха порядка где-то 22 градуса. Сейчас вот дождик закончился, я решил немножко, небольшой свой ролик записать, так скажем. Вчера пробовал купаться. Очень-очень и очень холодная вода. Визуально где-то градусов 16-17, не больше. Но вот сейчас ветер прекратился, можно сказать. Волнения в море отсутствуют. Но вот какой-то пришел дождливый циклон. И вот накрыло очень капитально вообще весь Крым, так скажем. Очень большие, судя по новостям, очень большие последствия дождей в Симферополе. Там даже часть моста обрушилась, говорят по новостям. Несколько населенных пунктов затопило. То есть довольно-таки проливные, хорошие дожди вот вчера были. Вчера, сегодня ночью и по сводкам МЧС очень много предупреждений о шквалистом ветре и о больших проливных дождях. Ветер дует северных направлений, порядка там 3-5 метров в секунду. И вот поэтому так вот несколько прохладненько. Конечно, в это время уже должна установиться более-менее нормальная погода. Но вот что есть, то есть. На сегодня и на завтра прогнозируют вот так вот все затянутое небо, дожди и без прояснений даже. К сожалению, пока особо не покупаешься, даже не позагораешь. Можно сказать так, если только любителям моржевания каким-то можно в морской воде окунуться. Итак, друзья, сегодня уже 28 июня. Немножко сегодня ветренее, чем обычно. Скорость ветра где-то порядка 6-7 метров в секунду. Сейчас обед. На море небольшие барашки появились. Температура воздуха где-то сейчас 23-24. Температура воды около 17 градусов. Ветер преимущественно восточного направления с переходом на северо-восточный. Вот и, как вы видите, купающихся не особо много. Изъявляет желание. Потому что нисколько некомфортно, так скажем, находиться в воде. То есть, только тем, кто привык к такой ледяной воде, только для них более-менее можно какое-то продолжительное время находиться. Небо затянуто. Вчера почти весь день шел дождь. Но сегодня дождь не обещает. Но вот такое вот затянутое небо все. Я все так же сейчас нахожусь в отеле Рибера. Кому, если интересно, ссылочка на обзор данного отеля будет у меня на канале. Не очень комфортная погода. Сразу могу сказать. В 2022 году, в конце июня, абсолютно не пляжная. Но в ближайшие дни, начало июля, прогнозируется улучшением. Посмотрим. Я пока здесь еще буду сколько-то находиться. И обязательно вам покажу, насколько будет меняться в лучшую сторону погода в Крыму. Итак, друзья. Сегодня 29 июня. Я все по-прежнему нахожусь и в Паторе, на пляже отеля Рибера, резорт. Сегодня температура воздуха немножко повыше. Где-то порядка 27 градусов, плюс-минус. Тучки уже развеялись. И можно сказать, сегодня целый день ясная погода. Вот такая, как сейчас. Температура воды порядка 17, край, самый край 18 градусов. Довольно-таки все еще освежающая, прохладная. Но температура воздуха все-таки позволяет купаться. То есть ненадолго можно заходить в воду. И, как вы видите сами, вот отдыхающие отеля, вообще при гости данного пляжа, отеля Рибера, с легкостью купаются. В принципе, да, для первого раза очень прохладно, но потом немножко привыкаешь. И, в принципе, какое-то время, минутку-другую в воде уже находиться можно. Ветер стих, сегодня поменялся на восточный. Порядка где-то 2,5-3 метра в секунду ветер. Такой практически неощутимый. Но на пляже у нас все так же по-прежнему красный флаг висит. Это говорит о том, что купаться нельзя. Ну, либо, что вода очень холодная, так скажем. Сейчас уже постепенно температура выходит на такой пляжный уровень, курортный. Температура воздуха сейчас резко будет увеличиваться в конце июня. Вот циклон неделю, который тут висел над Крымом, уходит. И вода максимально будет в море прогреваться. Итак, друзья, сегодня 30 июня. Погода, наконец-таки, в Евпатории устаканилась. Вышла на свой пляжный уровень, так скажем. Ветер практически отсутствует. Поменялся на западный. Максимум 3 метра в секунду. И температура воздуха днем прогревается до 28 градусов. Температура воды также прохладненькая. Но уже визуально где-то градусов 18-19. Плюс-минус. И вот, как вы видите, уже сейчас утро. 11 часов. Уже в воде очень-очень много купающихся. Вода прозрачная здесь, чистая. Очень-очень хорошая, так скажем. Но пока вот конец июня, 30 июня, она все еще не прогрета. Холодная. Мусора никакого нету в воде. Ни планктона, никого. Вообще просто чистейшая, хорошая вода. Чем и привлекает данное место всех туристов. Я сегодня последний день здесь. Уезжаем в другое место. И завтра уже посмотрим, как в другой местности здесь, на полуострове, будет климат себя вести. Итак, друзья, приветствую всех. Сегодня уже 1 июля. А я нахожусь в Алубке, у подножья горы Айпетри. На берегу моря, конечно же. И здесь погода реально кардинально лучше, нежели в Патторе. Море гораздо теплее. Визуально где-то точно 20 градусов есть температура воды. Ветра практически нету. Но по прогнозу, ветер западный в районе 2-3 метра в секунду. Но реально здесь его не ощущается. Даже вот вечером на улице очень и очень тепло. Температура воздуха днем поднимается где-то в районе 27-28 сегодня была. Сейчас вечер, 5 часов вечера. И вода здесь гораздо теплее. Еще раз скажу. И если ехать в начале сезона, к примеру, то лучше ехать, конечно же, сюда, на ЮБК. А здесь поюжнее немножко. И ветров таких сильных холодных нету. И вода прогревается лучше. Итак, друзья, сегодня 2 июля. Я сейчас нахожусь в Ялте. Температура воздуха сегодня где-то 26-27. Поднялся ветер. Западный ветер где-то 4-5 метров в секунду дует. А температура воды около 22 градусов. Небо ясное. Солнце светит очень хорошо так. Загорать и купаться вполне комфортно. Здесь, в южной части Крыма, немножко потеплее. Вода потеплее. Немножко так постабильней. Погода, так скажем, нежели в Евпатории. Дождей никаких здесь нету. Облака, если приходят. Как-то дождевых облаков нету. Купаться вполне возможно, комфортно. Сейчас вот ветер поднялся. На берег вышли яхтсмены. Сейчас пойдут в море бороздить волны. Если не брать во внимание ветер, то купаться вполне комфортно. Вода здесь теплая. Я еще раз повторюсь. Теплая, в принципе, чистая. А если не брать во внимание небольшой мусор. Ну, это связано с тем, что близость порта здесь находится Ялкинского. Итак, друзья, сегодня 3 июля. Я по-прежнему нахожусь в Алубке на городском пляже. Температура воздуха где-то так же. 27-28 днем поднимается. Водичка теплая. С утра немножко попрохладнее. Но вообще днем вода где-то 22-24 градуса. То есть уже такая по-летнему, по-пляжному комфортная. И в отличие от Евпатории, где вода гораздо холоднее, здесь намного лучше. Отмечу это сразу. Сразу вот сейчас 11 утра. И ветра практически нет. Волнения тоже, можно сказать, отсутствуют. Вот здесь вообще вот в этой бухте хороший такой микроклимат. Вот когда ветер везде, здесь ветра практически нету. Волны есть, будут. А вот ветра самого как таково не будет. Вот. Ну, третий, вот в этот период уже хороший, хороший такой пляжный период здесь наступает. Вот непосредственно здесь вот в Алубке, если брать. Я думаю, что в окрестных бухтах примерно так же будет. И еще раз скажу, что большой очень контраст между вот Евпаторией и вот этим местом Алубкой. Температура воды комфортная. Все купаются. Можно вообще подолгу не вылазить. Вода чистая, мусора нету, прозрачная. То есть, в общем, вообще максимально комфортно. Я бы сказал, небо чистое, ясное. Вот такой вот каждый день, как сейчас вы видите. То есть, я вот так отмечу для себя, что вот начало сезона и конец сезона здесь будет более-менее хорошо. В отличие от Евпатории. Да, берег здесь такой каменистый. Галька везде кругом полная, крупная такая галька. Да, местами есть мелкая, как вот здесь на этом пляже, местами. Да и по ней, в принципе, комфортно ходить. На основном везде большие камни. И в море тоже у нас здесь камни. Итак, друзья, сегодня уже 4 июля. Я нахожусь в Новосветской бухте, вблизи города Судак. Здесь погода тоже очень хорошая в этот период времени. Сейчас порядка где-то 25 градусов. Но сейчас утро. Время где-то в районе 10-11 утра. А так вообще по прогнозу сегодня 27-28 примерно. Вода здесь чуть-чуть попрохладнее, чем на южном берегу. Где-то на градус примерно. В районе 22-23 градуса. С утра немножко прохладненькая вода. Ближе к вечеру уже такая довольно-таки хорошо прогретая становится. Ветра практически нет. Вы можете видеть, что волнения отсутствуют. Практически не то, что практически, а вообще волн нету, можно сказать. Вода прозрачная. Никакого мусора нету. И небо ясное. Вот можете посмотреть. Да, конечно, здесь отдыхающих очень много. Много и много. Бухта довольно-таки маленькая, тесненькая. А сам поселок, довольно-таки, поселок Новый Свет довольно-таки большой. Но погода здесь отличная. Солнечно. Ветра нету. Так что можно здесь комфортно купаться и отдыхать. Так, друзья, сегодня 5 июля. Я по-прежнему нахожусь в Новом Свете. В одной из его бухт. Это у нас Синяя бухта. Погода тут просто отличная. Сегодня минимальный ветер. Где-то 2 метра в секунду с северного направления. Но он, в принципе, не особо холодный. Так скажем, мы взяли каяк покататься. Вот, волн в этой бухте практически нету. Небольшая рябь. Температура воздуха сегодня, по прогнозу, 27-28. Небо ясное. Вот могу показать. Немножко облачка есть на горизонте, но они абсолютно нисколько не скрывают солнце. Вода здесь чистейшая. С утра было 22 градуса. Днем, может, чуть-чуть потеплее. В общем-то, в это время, еще раз повторюсь, что установилась уже такая пляжная погода. Климат вполне способствует для отдыха на воде. Очень здесь много катеров плавает, различных лодочек. Итак, друзья, сегодня 6 июля. Я все по-прежнему нахожусь в поселке Новый Свет. И сейчас вкратце расскажу, подытожу погоду, какая здесь стоит. Сегодня последний день моего пребывания здесь. С завтрашнего дня я покидаю Крым. И скажу одно, что здесь в начале сезона погода очень-очень и очень хорошая. Сегодня, конкретно 6 июля, здесь ожидается 28, вот уже 28, по прогнозу 29 градусов. Погода ясная, ощущается температура на плюс 32 по Яндексу. Ветер сегодня немножко присутствует, немножко усилился, если это можно, так сказать, до 4 метров в секунду. И уже поменялся на северного, на северо-западный и даже юго-западный по некоторым источникам. Температура воды плюс 23 градуса, очень теплая. То есть в море можно находиться очень продолжительное время, абсолютно не без ущерба какого-то для себя, так скажем. Вода преимущественно чистая, но немножко бывает, что сюда подходит мусор какой-то, какие-то типа опилок или еще чего-то, чего-то вот такого. Но это я подозреваю, что что-то из деревьев сюда приносит. Потому что сегодня ветер, еще раз говорю, поднялся и может где-то вот с гор, с каких-то деревьев возле моря сюда доносится мусор. Но он абсолютно нисколько не смущает и на прозрачность воды никоим образом не влияет. Море здесь в Новосветской бухте очень и очень чисто. Еще раз повторюсь, в течение всего дня, то есть даже вот ветер подымается, волны подымаются и никакая муть со дна не подымается. Так что можно сюда смело ехать на продолжительное время. Да, медузы присутствуют, но они абсолютно такие мелкие. Мелкие и по всей видимости они мертвые, потому что возле берега их прибивает. И они, честно говоря, так не особо, не особо-то им мешают купанию. Купанию, каким-то там развлечениям на воде. Небо ясное сегодня в течение всего дня. Вот могу показать. Немножко со стороны материка облачка есть, но они абсолютно незначительные. И если закрывает солнце, то на какое-то минимальное время. То есть никоим образом не сказывается, но на температуре воздуха. Если вам понравилось мое видео, отблагодарите меня лайком. Также не забывайте писать комментарии, задавайте вопросы внизу под видео. Без проблем всем отвечу. Также не забывайте бить в колокол, чтобы не пропустить свежие видео. Также кому, если интересно, обзоры отеля, в котором я поселился, ссылочка будет внизу под роликом. Проходите, смотрите. Ну и на этом спасибо всем, кто досмотрел до конца. И всем пока-пока. До встречи в новых видео, в новых путешествиях. Субтитры создавал DimaTorzok